Всем привет, с вами Олдоз и Ник. Многие из тех, кто смотрит это видео, любят путешествовать. В данном видео я расскажу о шести интересных маршрутах в Прибалтике. Ну что же, погнали! На шестом месте расположился маршрут Рига-Валга, протяженностью около 170 километров. Время в пути составляет чуть меньше трех часов. На Валгу курсирует старый добрый дизель поезда, Дейродина и Дейродина-Ц, два раза в день. Данный маршрут уникален тем, что там находится довольно много лесов, подъемов и кривых. Из красивых участков могу отметить перегон Инчутон-Сигулда, на котором находятся довольно большие подъемы и горы. А также Цесси-Слога, на котором расположен самый высокий в Латвии железнодорожный мост через реку Рауна. А также участок Валмера-Лугажи, на котором летом можно насладиться видами из окна и с луками колес на высокой скорости. На остановке Мелтуре раньше находилось излетление на Гулбане. В наши дни вместо бывшей железнодорожной ветки находится велодорожка. На пятом месте расположился поезд Сталин-Койдула. Протяженность маршрута около 280 километров. Время в пути составляет около трех с половиной часа. На линии курсирует Штадлер. Стоит отметить, что по понедельникам, средам и четвергам поезд следует по прямому сообщению раз в день. В остальные дни по маршруту Тарту-Койдула три раза в день. Линия уникальна опять же своими впечатляющими видами и рельефом. Стоит отметить, что маршрут проходит в районе самой высокой точки Эстонии, Сурму-Намяге, высотой в 318 метров. На ОП Юли-Нурма находится аэропорт Тарту. В свою очередь неподалеку от станции Реола находится авиационный музей. В районе станции Реола расположена довольно красивая кривая с обширным видом на город Тарту. Станция Койдул является пограничной. От нее также отходит отлетение на Валбу, которая, к сожалению, лишена пассажирского сообщения и является малодеятельной. Хотя она достойна отдельного внимания. Из грузовых на данные линии можно поймать американский С-36, а также наши латвийские 2Т-116, которые начали курсировать в этом году. И которые также любят следовать резервам по линии Койдула-Валб. На четвертом месте расположился поезд с сообщением Рига-Леппо. Протяженность маршрута 222,5 километра. На данной линии курсирует дизель поезда ДР-1. На сей раз поезда курсируют уже раз в неделю, по воскресеньям. Время пути составляет чуть больше трех часов. Данная линия уникальна своим изобилием кривых, опасных мест. Только на этой линии расположено 16 заброшенных станций и остановочных пунктов. На данной линии присутствует несколько мест, где поезд посередине перегона тормозит аж до 40 километров в час, после чего опять разгоняется. Связано это в основном с тем, что на участке, как я уже упомянул, много крутых поворотов и опасных мест. Максимальная скорость на данном участке составляет 90 километров в час. На линии можно также насладиться видами из окна и стуком колес. Также на перегоне Салду-Скрунда расположен мост через реку Вента. На станции Бродсона находится Доломитовая карьера, на котором когда-то была даже электрификация со своими электровозами. Участок Елкова-Глода является двухпутный. Оттуда вы идут ответвления на Лепую и Можийкяй. На третьем месте расположился маршрут, подобный Лепойскому – Рига-Гулбана. По данному маршруту также курсирует дизель поезда раз в неделю. Протяженность маршрута составляет 210 километров. Время следования также составляет чуть больше трех часов. Самый экшен начинается после станции Плявенес. На линии Плявенес-Гулбана расположено пять заброшенных остановочных пунктов. Максимальная скорость на участке составляет уже 80 километров в час. На участке расположено огромное изобилие кривых подъемов и спусков. Предупреждения, как на линии Елкова-Лепая, полны местами, где нужно подавать сигналы, тормозить и быть максимально бдительными. Линию также не покинули стыки. На данном участке длиной в около 100 километров расположено только три станции. Остальные являются остановочным пунктом. Путевое развитие имеет остановочный пункт Марцена. Но там пути давно уже как не используются. На станции Мадуна был ответвление на Лубану, где расположено самое большое в Латвии озеро – Лубанас. Линия проходит вдоль высокой точки Латвии – Гайзинганс, высотой 312 метров. На станции Яун-Калстного находится осветление на Карьер-Весетти. В свою очередь на станции Гулбана находится бывшее осветление на Эрике, которое является в наши дни вышеупомянутой велодорожкой от остановки Мелтуре. А также узкоколейная линия Гулбана-Алуксона длиной 35 километров. На линии на станциях расположены ручные стрелки. На втором месте расположился поезд Вильнюс-Краков. Данный маршрут состоит сразу из двух поездов – Вильнюс-Москава на колее 1520 миллиметров и Москава-Краков на колее 1435 миллиметров. Общее время в пути составляет около 13 часов. Длина маршрута около 630 километров. До Москавы курсирует дизель-поезд ПЭСА-637И, следует через Каунас-Казлу-Руда-Мариан-Поль, после чего пассажиры доброводушно пересаживаются в общие вагоны ПКП Интерсити под тепловозом 111 ДБ производства компании ПЭСА. После чего в Белостоке тепловоз меняют на электровоз, который через Варшаву следует до Кракова. На литовской стороне поезд делает 5 промежуточных остановок, в свою очередь на польской 20. Данный маршрут уникален тем, что на литовской стороне на подъезде Каунасу расположен единственный в Прибалтике железнодорожный тоннель длиною в 1,2 километра. После станции Полимонус, расположенная в 10 километрах от Каунасу, начинается европейская колея 1435 миллиметров. На станции Казлу-Руда находится ответвление на Кибарте Калининград, а также на Мацкаву и в Польшу. На польской линии до станции Шаштакай расположен двухпутный участок. Один путь на колее 1520 миллиметров, а второй на 1435 миллиметров. После станции Шаштакай две колеи соединяются в один путь. Станция Шаштакай является, пожалуй, одной из самых красивых станций на данном участке. Станция расположена посередине поля. Особенно интересные виды после Шаштакая, когда начинается однопутный участок и очень-очень большущий поворот. От станции Шаштакай также уходит грузовая линия на Алитус. Сама линия на Мацкаву я бы назвал одной из самых красивых и атмосферных в Литве. Также удивлять не перестают виды на польской стороне. Не знаю, как дальше, но на перегоне Мацкава-Тракешки очень красивые виды. Также на участке можно сладиться стуком колес. Поезда на линии курсируют раз в день. Всем советую хотя бы один раз посетить эти места. Ну а на первом месте расположен, пожалуй, самый длинный поезд в Прибалтике длиной маршрута 370 км – Вильнюс-Клайпеда. На маршруте в основном курсирует дизель-поезд ПЭСА-637МИ, а по воскресеньям раз в неделю курсирует Р-20ЦФ с купе-вагонами. На маршруте поезд проделывают около семи остановок, следуя через Кэшадорис, Радвилишкис, Шауляй, Тельшай. В свою очередь поезд с купе-вагонами проделывают только одну остановку в Шауляю. Время в пути составляет 4,5 часа. В свою очередь поезд с купе-вагонами следует 4 часа. Данный маршрут является, пожалуй, единственным в Прибалтике, на который курсируют поезда дальнего следования. Линию Кэшадорис-Клайпеда на данный момент электрифицируют. Планируется на линию пустить электропоезда Шкода, а также закупить электровозы. Маршрут проходит через огромное изобилие открытой местности. Также поезд следует через Радвилишкис, где находится ответвление на Кэшадорис, Паневежис и далее на Даугавпелск, Покроис, Шауляй и дальше на Клайпеду, Елгаву, Можекяй и Нептебазу, Бугиняю, а также на Советск и Калининград. На станции также находится локомотивное депо ЛТ-2. Станция Шауляй-Тельшай является одними из больших станций на дальней линии. Купейный поезд пропускает огромное множество станций, из-за чего создается довольно романтическая атмосфера. На общем маршруте находится 9 двухпутных участков и 8 однопутных участков. Сама Клайпеда является портовым городом. От нее также уходит в отлетение на Шауляй, Советский Калининград, а также в Дербиняй, откуда раньше можно было доехать в Лепую. Город расположен на берегу Балтийского моря. В нескольких километрах от города расположена Куршская коса, которая простирается аж до Зеленоградска, расположенной в Калининградской области. Город очень интересный своей историей и архитектурой. Советую посетить. Ну что же, не такая-то Прибалтика и скучная. Что в Латвии, что в Эстонии, что в Литве есть маршруты поездов, которые уникальны своим видами, рельефом, длиной исследования, а также романтикой. Я надеюсь, что когда-то получится проехать на вышеперечисленных поездах, заснять поездки и, конечно же, самому насладиться. Но если вы хотите узнать, какие поезда раньше курсировали в Латвии, то можете перейти вот по этому видео. Ну а с вами был Дозенник. Буду рад вашей подписке, оценке и комментарию. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok